Даже если вы приобрели самый банальный типовой дом в обычном дачном поселке, у вас есть возможность сделать из него коттедж в популярном архитектурном стиле. И главное для этого не нужно сносить дом и строить его заново. Более того, все материалы, которые потребуются для реконструкции, общеизвестны и легко доступны. И приобрести их можно в одном месте. Сегодня мы расскажем вам историю одного десятилетнего дома, который буквально за несколько месяцев из банальной четырехстенной коробки превратился в дом в стиле фахверк. Дому 10 лет, живем здесь 8 лет. Когда мы его покупали, мы его покупали практически вслепую. Мы его сами не строили, поэтому не подозревали о том, что нас ждет под фасадом, под крышей и внизу под соколем. Да, было очень много неожиданностей, конечно, неприятных, потому что прошлые строители, мягко говоря, нарушали все вообще принципы своего дела. Фахверк – архитектурный стиль, характерный для Центральной и Северной Европы. Исторически это каркасный, стоечно-балочный дом с заполнением промежутков, камнем, кирпичом и другими строительными материалами. Но напомню, сносить дом Натальи мы не собираемся и никакой балочный каркас мы делать не будем. Так как же из обычного дома сделать балочный? Стиль фахверк можно вполне воссоздать с помощью привычных отделочных материалов. Наталья обратилась к нам с просьбой обновить внешний облик дома. Соответственно, от нее были получены все необходимые чертежи с указанием размеров. Мы проанализировали все чертежи и пришли к пониманию, что к данному типу строения подходит классический фахверковый стиль. Наталье очень понравился проект, и она с нетерпением ожидала завершения реконструкции дома. В качестве имитации балок использован фиброцементный садик Битека шириной 150 мм. Для заполнения выбраны полипропиленовые панели Grand Line. Архитектор дал подробную схему раскладки с указанием мест крепления фиброцемента. Мне в компании посчитали все от и до по количеству материалов. У меня была на примете уже своя строительная бригада, мы с ней уже работали. И компания Grand Line предложила обучение, двухдневное обучение на собственном учебном полигоне. Помимо того, что строители прошли двухдневное обучение, в компании мне предложили услугу шеф-монтажа. Сотрудники выезжали на объект и важные ключевые моменты контролировали. Кровенный пирог от гидроизоляции до металлочерепицы, снегозадержатели, водосточная система, фасадные панели, фиброцементный сайдинг, необходимые комплектующие. И все это было куплено за один раз в одном офисе продаж Grand Line. Это не только удобно, но еще и выгодно, поскольку это и скидка за крупный заказ. И экономия на доставке, еще множество полезных преимуществ. И вот, наконец, когда все материалы прибыли на объект, бригада приступила к работе. Как мы уже говорили ранее, особенность стиля фахверк – это в первую очередь фасад. Именно о нем мы и поговорим поподробнее. На этом доме организован вентфасад. Он нужен обязательно для того, чтобы убрать пар, который проходит через стены дома. Потому что, если этого не сделать, весь пар будет заперт в стене дома и начнется гниение. В воздух вентфасад заходит снизу, проходит через весь фасад, забирая с собой пар, и выходит через софитную часть. Для реализации этого стиля нужно было решить две важные задачи. Первая – это комбинация двух материалов, имеющие различные тепловые расширения относительно друг друга. То есть, исключить жесткую фиксацию фиброцементного сайдинга относительно фасадных панелей Грандлайн. И вторая задача – это отведение дождевой воды, например, при косом дожде, с фасада здания. Для реализации стиля фахверк необходимо делать обрешетку в двух плоскостях. На одной обрешетке будут фиксироваться фасадные панели Грандлайн, на второй обрешетке будет фиксироваться фиброцементный сайдинг. Это позволит фасадным панелям двигаться при тепловом расширении. При монтаже у косин одна обрешетка будет идти сплошной, вторая обрешетка прерывается с зазором 60 мм. Водоотвод мы организовали, используя универсальный J-профиль декоративной системы Яфасад, который закрепили по бокам контробрешетки. Для организации отвода воды от цокольной части мы смонтировали отлив. Отлив подобрали подходящего цвета под фиброцементный сайдинг. На каждом доме важны акценты, одними из которых является декоративное освещение. Для удобства монтажа декоративного освещения мы использовали монтажные блоки Медамерика. Плюс этих монтажных блоков в том, что они как раз разработаны для вентфасадов. Их можно монтировать на одну обрешетку вместе с фасадными панелями Грандлайн. Эстетика важна не только в декорировании, но и в технической части. Для организации кухонной вытяжки мы снова используем продукцию Медамерика. Отдушно-вентиляционная с обратным клапаном. Декор можно сделать своими руками. Мы собрали ящик из досок, покрасили его в цвет фиброцемента и летом хозяйка здесь посадит цветы. Такой интересный момент, когда я всем друзьям, знакомым, родным рассказывала о том, что у нас сейчас происходит в нашей жизни. Все задавали один такой важный вопрос. А где вы сейчас живете? Жили там, где жили. Это абсолютно никак не мешало нашей обычной жизни. Шум, даже наоборот, я бы сказала, шум был приятным. Потому что осознание того, что происходит с твоей мушкой, в какой дворец он превращается, это ни с чем не сравнимые ощущения. Да, реконструкция дома от и до под стиль фахверка займет больше времени, чем просто замена фасадного или кровельного материала. Особенно, если капитально подходить к вопросу и исправлять ошибки предыдущих строителей. Но главное, что мы хотели донести, это то, что любой, даже самый, на первый взгляд, обычный дом может в корне преобразиться усилиями специалистов и ассортиментом всего одной компании. Компании Grand Line. Компании Grand Line.